Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. И в каждом пропеллере дышит. Некоторые говорят, Петрович, может ты пьяный или ещё? Я вам демонстрирую, как проявляется повышенная энергетика в организме человека. Когда её начинает, знаете, озеро, море, потом там океан и так далее. То есть она появляется вот так, отличное настроение. Организм полон силы. Великолепно работает сознание, ум, память. Всё, знаете, так это. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Рик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. И, как говорится, это всё не зря, можно сказать, даже громко. Ну, пускай так и скажем. Высший разум через меня подбрасывает вам уникальную информацию. Просто, знаете, она идёт через тебя, и ты её не в силах держать. И вот рассказываешь, делисься, щедро делисься. И причём уникальность эта заключается в том, что я вам рассказываю о такой информации, о которой практически на Ютубе нет. На Ютубе рассказывают, там, витамин ДУ, там, ещё там что-нибудь, как она там действует, как его там правильно принимать и так далее. Вот такая информация о ведении лечебно-оздоровительного процесса, ну, наверное, очень мало такой информации. Я уж не буду говорить, что её нету. Возможно, она есть. И сейчас у нас как раз речь пойдёт. И на практическом примере, на примере посетителя канала, фишки, я, так сказать, раскрою, ведение лечебно-оздоровительного процесса. Как это делается, что это происходит, немножечко такое вступление сделаю. Вот, смотрите, человек заболел. У него проявления такие-то, такие-то, такие-то. То есть, небольшую самодиагностику надо сделать. Самодиагностика, кстати, у меня тут изложена на канале, там, ну, грубо говоря, в первую, что у вас донимает там? Донимает, допустим, ага, сердце. Донимает, там, допустим, суставы. Донимает, ну, какая-то там гноюродная инфекция. Донимает бурчание в животе. Донимает запоры. Что там еще? Ага, простуды постоянные бывают. Что там делает этого? Вот. И уже исходя из этого, вы начинаете, вернее, еще только раз, а вспомните, чем вы болели с самого детства. Возьмите вот такой вот блюкнотик, ручечку, и не спеша, так сказать, поставьте себе вот эту вот диагностику. Чем вы болели? Чтобы у вас примерно сложилась картина, что, грубо говоря, как вот ревматические боли в сердце, ревматические боли суставов, значит, болезнь мочевого пузыря, какие-то непонятные болезни с почками, что-то болит с печенью там, еще что-то там с кожей, оно все имеет истоком детства. Ага, и выписали, да, я болела вот этим и болел вот этим, вот этим, вот этим. И когда вы вот все выпишите, вы уже поймете, что, ага, да все началось, допустим, с простого простуды, то есть внедрение какой-то инфекции, там, стафилококкова или еще там, и дальше, как бы сказать, прогрессирует, начались там простуды, потом вот эти простуды, болезни горла, вроде как прошли, человек может сказать, я закалился, я еще там что-то сделал, и все, все перестало. Но со временем появились боли в суставах, тугоподвижность, зубы начали крошиться, вылетать там, ну и другие изменения. Надо лечить вроде бы вот это вот. А это все следствие вот этой всей инфекции. Далее, бывает ли у вас там герпес, не бывает, еще там что-то, еще там что-то, еще там что-то. То есть все это вы выписали, и подводите итог. Ага, я сейчас там, допустим, вот такое-то заболевание, а значит, что было это, и что делать, что применять. Решайте. Для того, чтобы нормализовать, а я об этом уже говорил, внутреннюю среду организма, вы применяете очистительные процедуры. Толстого кишечника, далее печени, далее лимфы, все это применяете. Внутреннюю среду, значит, вы приводите в порядок, в то, в котором она должна. А уже от одного этого вы почувствуете себя более энергичными, более здоровыми. плюс вы чувствуете, что у вас еще там, допустим, глаза там гноятся, кариес имеется, те же простуды там, какая-то сыпь на коже там, ну и иные там. Какие-то тромбы, вот особенно вот это варикозное расширение вен, все венки были нормальные, да, а потом появились какие-то там непонятные там сгустки, что-то там, как говорят, мы их будем разрезать, вычищать или просто-напросто заваривать эту вену. Откуда это берется? Это есть не что иное, как вот это вот содружество этих вредных бактерий, которые, значит, боролись с лимфоцитами, образовали вот этот своеобразный сгусток. Что делает гемолитическая инфекция стафилококки? Она разлагает красные кровяные тельца. Раз она разлагает, что это образуется? Образуется некая клейкая масса. В нее, конечно, можно там применять, допустим, можно, значит, голодание. Целиком вы подвергаете свой организм воздействию, оздоровительному воздействию, то есть вы поднимаете иммунитет, вы, значит, вот это вот создаете условия для того, чтобы эта инфекция погибала, там, глисты и так далее. Даже не так глисты страшны, как страшна вот эта вот именно инфекция микробная, грибковая, начинает выходить, как я вам показывал у себя во время голодания и других голоданиях, демонстрировал. Далее, чтобы вы не загрязняли свой организм тем, что вы до этого ели и не знали, как это загрязняется, вы уже меняете питание, меняете питание так, чтобы, ну, вам было более-менее комфортно, не то, чтобы как стали сыроедом и еще от этого стало там хуже. Вот, поменяли вот это вот. И плюс еще, плюс еще, дополнительно вы начинаете потихонечку применять противопаразитарку. Потихонечку, но регулярно. И так как это зараза у вас, можно сказать, не один десяток лет была в организме, и она видоизменялась и завоевывала, завоевывала все новые места в организме, создавая и усугубляя течение болезни, естественно, это все займет какое-то время. Вы же должны понимать. И вот так вот анализируя себя, вот это введение как раз лечебно-оздоровительного процесса, еще раз говорю, о котором мало кто говорит, вы отмечаете, ага, вот тут у меня успех, а вот тут у меня что-то не удалось. Вот как женщина, которая ревмокардит был, с 10 лет поставили, а в 20 уже начала ее одолевать стафилококковая инфекция, стриптококковая инфекция, вся эта сама. И вот она говорит, благодаря очищению тому всему, я кое-чего от ревматизма избавилась, а вот от фаренгита нет, еще бывает там. То есть ценно-правильно применяете против этой, более мощные там средства, их огромное количество, перечисленные там, допустим, на горло особенно хорошо влияет на эту стриптококковую инфекцию, это керосин полоскать горло, различные горечи, допустим, сборы противопаразитарных трав, и многое-многое другое. Вот, и тогда вы это дорабатываете. И, видишь, у вас начинает получаться. И вот, теперь вернемся к фишке, которая 4 часа назад на ревматизм, что и как, написала. 2 года постоянного очищения организма от толстого кишечника по схеме, печени 4 раза по разу в неделю, весной. С толстого кишечника, значит, мы удаляем вот эту вот заразу, которая распространяется по всему организму, то есть источник, где находится, основной источник, он находится там, в желудочно-кишечном тракте. Особенно если вот это вот у нас там бурлит, мы там попукиваем и все это считаем там нормально, вот, весело нам. А на самом деле организму не весело. Вот это надо сделать, чтобы нормальненько у вас работало без всяких, без всякого газообразования, чтобы стул оформлялся. Это великое дело для здоровья. Далее, все, что до этого в организм попадало и вызывало вот эти болезненные состояния, в том числе и микровы, которые там выделяли свои токсины, и неправильное питание, и многое другое, все это фильтровалось печенью. И печень утратила свои нормальные рабочие характеристики. И вот очищение печени не то, что там какие-то камешки мы гоним, еще так-то, а это как раз нормализация ее работы. И как только она заработает нормально, нормализуется белковый обмен, углеводный, жировой, витаминный, гормональный, нормализуется кровообращение, потому что венозное кровообращение идет сюда. Глядишь, у вас геморрой сам собой пропал, глядишь, у вас там начали рассасываться, вернее, пропало это варикозное расширение вен, потому что если здесь у нас портальная гипертония, то у нас в ногах здесь, внизу, поддерживается повышенное давление, которое распирает и стенки вен, и не дает им нормально питаться, и многое-многое другое. И мы лечим вены, чем-то там потрем, что-то там сделаем такое. Да не вены надо лечить, надо нормализовать кровообращение. То есть чистка печени, ясно. И постоянно антипаразитарка сухими травами, сборы менялись. И правильно, сборы менялись. Так как практически читаю все, у меня в памяти потихонечку откладываются наиболее такие яркие отзывы. И как раз Фишка писала, что в детстве ей одевали носки или обувь от бабушки и дедушки, от взрослых родственников, которые страдали грибком. И на это все подцепило. Если я правильно понял. Вот это вот и бывает. То есть подцепило вот эту инфекцию от своих старших родственников. Они об этом не знали. И дети не знали. Но это все подцепилось. Какая разница начинает работать. И как это вывести? Оно уже внедрилось туда. То есть если человеку там сейчас в 50 или 60 лет, а все это произошло грубо говоря там буквально в 5-летнем 7-летнем возрасте, представьте насколько это все укоренилось и разрушает организм. А мы лечимся там от головной боли, а мы еще от чего-то лечимся. Кстати, такую ерунду по телевизору рассказали, мол, создали лекарство от тревоги, чтобы человек будет чувствовать себя спокойнее. Ну позвольте, у человека висит кредит, ему надо выплачивать, у человека висит ипотека, ему надо выплачивать, из-за этого он естественно в волнении, не знает что, чего, как, тут сейчас пеня или отберут, а ему успокойся, успокойся, заплатите кредит, заплатите ипотеку, человек успокоится. Жена еще говорит, дайте ему лучше лекарства 10 миллионов, и он сразу выздоровит от депрессии, от беспокойства, начнет спокойно спать. Ну ужас, почему с сухими травами еще, я рассказал, потому что сухие травы как раз в виде порошка проходят по всему желудочно-кишечному тракту, и они там или сям оседают на стенках нашего кишечника, там, где любят вот эта вся зараза гнездиться. Более того, у нас в кишечнике может иметь слизистые пробки, какие-то эти самые, если мы просто пьем какие-то отвары, они могут тут сосаться, в кишечнике ничего не сделать. зато сухие травы, что они делают, они в эту слизистую пробку набиваются и начинают ее отравлять, а слизистая пробка представляет собой не что иное, как колонию каких-то микроорганизмов болезнетворных, тем же грибков и прочее, прочее. И все это потихонечку отмирает. Питье так не работает, как это, в чем это? И разные сборы, почему? Потому что есть такие травы, которые имеют такие вещества, которые больше на стафилококках работают, другие больше на герпесе работают, эти еще работают, то есть по-разному. И вот это разнообразие надо постоянно делать. До приема тадикампа 250 миллиграмм выпила за год в 3 или 4 присеста. То есть и тадикамп, то есть уже помимо травы применяется и мощное средство на основе керосина настойка кожуры этих зеленых грецких орехов, которые выделяют мощное вещество биологическое под названием юглон. И плюс сам по себе керосин еще лучше без всякого грецкого ореха может действовать. И вот это все начинает чистить кровь, потому что раньше считалось, что кровь у нас там чиста. Оказалось, да там в крови у нас зверинец плавает. Начиная от простых там грибков, бактерий, кончая этими самыми личинками глистов. То есть сделать это. Грибки выходили через кожу. А почему они выходили через кожу? Потому что мы внутри создали им душняк. Запомните это слово. душняк надо создать внутри своего организма. И вот эта инфекция, особенно грибкова, которая любит снаружи влезть внутрь и там шебуршать, портит нам сосуды, клапана сердца и другие вещи. Она почувствовала, что этот кровь становится совершенно иная от керозина. Она начинает бежать, потому что тут все уже прокеросинено, продезинфицировалось. Мощное естественное средство. Раньше лечили с керосином, это было вот. Потом забрали антибиотики и сказали, да, это нам не надо. Так вот, она куда бежит? Естественно, через кожу. Полезли через кожу. Есть мощное очищение с помощью дегтярной воды. Там если что-то такое имеется, то есть ребенок страдал лишаем и думает вылечил. Там еще какими-то заболеваниями по грибковым или еще. Все это внутрь ушло. И когда применяется дегтярная вода, кстати, они тоже это рассказаны, все это есть, вся это изнутри прет наружу. И человек покрывается коростой. Это надо понимать. То о чем я говорю, и книги мои не читайте. Я говорю об кризисах. О очистительном кризисе, оздоровительный кризис, энергетический кризис. Все это описано. А многие «Ой, я что-то начал делать» или «Начал делать, меня обсыпало это вот аллергия, грубо говоря, на керосин или еще на что». Нет! Это как раз действие. Вы начали что-то применять и по вот этим внешним признакам, что из вас полезло? Это как раз действие началось. Вот эта инфекция бежит из вас. это же происходит и во время голода, когда если человек сильно болен, зашлакован, у него такие вот вещи происходят. Значит, грибки выходили через кузы, а это больно, а что поделаешь? Либо они вас сожрут, либо вы с ними, так сказать, выведите их. То есть, либо вы, либо они. И хотите жить здоровой жизнью, которой у вас вообще не было. Вот я перед вами сижу, насколько я сейчас мощнейший сижу, а у меня такого раньше особо не было, там в детстве или еще там где-то. Вот эти наработки, эти мощи, которые вы через экран чувствуете, которые вы заряжаетесь через мене. Значит, за два года чисток организм вычистился. Два года непрерывной бомбежки. Прошли все мои заболевания, набранные с 18 лет и донимающие меня десятилетиями. То есть, я вам рассказываю о ведении лечебно-оздоровительного процесса. Полностью ушел геморрой. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. А почему он ушел? Полностью ушел? А я же как раз объясняю, как только мы с вами почистим печень и нормализуем венозное кровообращение, которое идет через печень, у нас нету вот этого давления на вены, в том числе на кишечные, они нормально становятся. А тут, если геморрой туда, опа, там, свечу одну, другую, третью, пятую, десятую, не без того бывает, это помогает. А вот есть не помогает. Вот лично мне, я геморройщик с большим стажем, в прошлом, в прошлом, представьте, парня с 20 лет, которому сделали операцию, вырезали аппендицит, который вообще-то не надо было вырезать, испортили что-то, и возник геморрой, и который продолжался лет до 40, там, с лишним, 20 лет. То есть мы просто-напросто не лечим геморрой, а мы нормализуем работу организма, и в частности мы нормализуем венозное кровообращение, которое в основном совершается в печени, плюс за счет вот этих сбора трав протравливается и кровяное русло тадикампом, что же из крови убирается вот эта вся зараза, которая, еще разок гемолитический стептококк, который разлагает красные кровяные тельца, образуется какая-то склеивающая масса, и все это вместе налипает, и образуется тромб, образуется непроходимость сосудов в той или иной степени. Все это уничтожается, плюс керосин естественный еще растворитель, и сосудики чистенькие, и по ним не течет никаких бактерий, зоопарка, там нету в крови. Так, наладится стул, как часики, вот она, вот она к чему надо приучаться в организм. Он нормально работает, если мы за ним ухаживаем, если мы ему даем все, что надо, тогда он работает как часики, и это великое счастье, не возникает никакой зашлаковки, ничего там-то такого, все там сходили великолепно, и наслаждайтесь жизнью. А то что, оставим клизму, опять-таки, я смотрю телевизор, вставляем микроклизму, еще что-то там, еще что-то там нормально, и это говорится, о, это хорошо. Что ж тут хорошего с этими микроклизмами ходить в сумочке, вот это, вот это шлях себе в задницу, когда надо добиться нормальной работы. Это не значит, что вы сделав эту микроклизму, как бы сказать, избавились от зашлаковки через толстый кишечник и так далее. Это все стоит, стоит, и вы насильственно это все делаете. Так плюс, если мы что-то делаем насильственно, наш организм к этому привыкает, и он естественно не хочет опорожняться. Вообще эта функция отмирает. Вот нужен вот этот костыль в виде этой микроклизмы, представьте себе, вас посудят на эту микроклизму, и без них вы уже ничего не сделаете. Вот что современные эти самые рекомендуют. Так, перестали скрипеть суставы и прочее. Суставы скрипят, когда организм зашлакован, он высыхает. И естественно в первую очередь это сказывается на жидкости внутри сустава. Они начинают скрипеть, они начинают друг от друга тереться. Стираются вот это хрящики вот эти, которые в суставах имеются, начинаются более серьезные проблемы. Видите, как я вам все это самое рассказываю, потому что я соединен сейчас, и просто-напросто через меня это все идет, я даже не думаю, я говорю, 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 то, что должно выговориться через меня. Суставы и прочее. А прочее, я бы сказал, у вас еще возрастет половая потенция. Вы почувствуете то, что до этого вообще не чувствовали, и не знали, и не понимали. Но я до сих пор пью антипаразитарку, и правильно, и антипаразитарка пьется, и продолжает приниматься до тех пор, потому что, грубо говоря, агрессия идет постоянно. И если вы видите, что вот как у той женщины, а фаренгит еще остался, то есть, если доработки, значит, надо применять тот же тотикамп, полоскать горло, те же горечи, отвары, значит, горьких этих трав, и прочее, прочее делать, и полоскать, для того, чтобы это ушло, то есть, дорабатывать все по факту. Имеется еще проблемка какая-то, вы ее дорабатываете, вы не бросаете, а, я там вылечился, и так далее, суставы перестали болеть, сердце перестало болеть, все, я там попил антибиотикой, все стало хорошо. Вы просто разогнали это, а через некоторое время это опять. Вот здесь вот как раз вот это вот человек должен анализировать свое состояние и вовремя делать корректировочки, либо же поголодать, если вы можете голодать. Вот я как-то поголодал тогда 40 дней, и на это чувство вот именно эти 40 дней дали мне вот эти вот 20-30 лет жизни, которые я еще кое-что там нашел для себя, применяю. То есть выгреб то, если бы я это не выгреб, посмотрите мой 40-дневный этот голод, то вот эта вот грязь, вот эта вот мерзость, которая имелась, вот эти вот все паразиты, они давно меня задушили, либо же прошло перерождение в онкологию, и Петрович, аля-ля-ля-ля-ля-ля, и очень подозреваю, что этот процесс уже до конца, то есть до смены мерности отсюда, да, профилактически мы все это делаем, как за машиной, ты, о, вовремя, жидкости поменяли, масло слили, все это дело, и моторчик нормально работает, если это не делаем, все у нас, масло сбилось, оно уже не смазывает, это так, если с машиной, а тут микробы, тут как тут, мы живем в обилии всех этих микроорганизмов, они на нас так и смотрят, как бы, залезть к нам в организм, его освоить, как, знаете, колонизируют планету, и пользоваться им, точно так же и вот это все осуществляется, я еще не говорю о тонкоматериальных паразитах, это совершенно иная область, летом на даче просто, что она применяет, знаете, некоторые там думают, что вот какое-то лекарство, вот оно сделает революцию и вы буквально таки таблеточку выпьете и вы выздоровеете, омолодитесь и будете жить вечно, нет, ну нет, важно, важно, с помощью простых средств, которых огромное количество, вот я почему еще делаю этот травник, потому что вот эта каждая трава, она обладает своими собственными свойствами, которые можно применять с пользой и как против паразитов, и как для укрепления организма и для многих других вещей, и так, вот смотрите, что делает Мфишка, летом на даче просто жуют перед сном полынь, плюс пижму, горькие травы, для того, чтобы протравить вот эту вот всю ротовую полость вот горло, откуда как раз вот эта вся эта стрептококковая инфекция, стрептококковая, стафилококковая и прочая там зараза, она идет через кровь по всему организму, вот что надо сделать, и перед сном, потому что мы спим, когда мы спим, а эта вся зараза размножается во рту и потихонечку по всему организму расселяется, вот что еще важно делать, сейчас неделя отдыха, правильно, не постоянно, сделали это, потом травы поменяли, опять применяем, потом будут пить эту траву каждый день через 3 часа в течение месяца, и это интересная рекомендация, через каждые 3 часа, то есть бомбежка, если какие-то есть симптомы, указывающие на то, что инфекция еще есть, значит, надо не дать ей перерыва, и вот как раз через каждые 3 часа, через каждые 3 часа, вот так, где-то в течение месяца, но судя по собственному самочувствию организма, чтобы тоже палку не перегнуть, тут очень важно вот это все чувствовать, вы это все делаете, и бомбите, бомбите, бомбите им, не давая возможности там закрепиться, передохнуть, или еще что-то сделать, потому что в грязь обратно я уже не хочу, человек почувствовал себя здоровым, еще разок я хочу подчеркнуть, вы видите, вот меня, такого, вы сравните себя со мною, у меня тоже такого здоровья не было, у меня не было такой энергетики, у меня не было такого, грубо говоря, творческого потенциала, как сейчас, не было, и вернуться действительно в то болезненное состояние, когда вы, грубо говоря, ни на что не гожи, за вами надо там ухаживать, или еще что-то там такого, то есть, вплоть до того, что вы сами себе становитесь противны из-за своей немощи, из-за своих болезней, из-за отсутствия вот этой самореализации, так как-то доживаете, и вам неинтересно уже жить, вот в чем дело, и вот этот контраст вам помогает, вот что надо сделать, вы даже не представляете, что у вас в организме фишка пишет, ну, знаете, вот когда там врачи мне там говорили, да спускали этот самый зонт, смотрели там или там через толстый кишечник, все там чисто, все там это, все там где там эти камни, где там эта грязь, ничего нету, врачи, вот эти гастроэнтерологи, они там значит знают, ничего нету, ну, позвольте, позвольте, может быть и ничего нету, и может быть скорее всего даже желудочно-кишечный тракт у человека более-менее нормально работает, но зато все остальное, вот эта вот вся эта грязь, которая бралась, вот когда я сам голодал и я видел своими глазами, что из меня выходило, откуда она бралась, когда ты голодаешь 40 суток и на 40-е сутки себе вот это вот выходит, еще откуда, естественно, она выходит вниз, не столько там с кишечника, она собирается уже из всего организма в печени и печень выбрасывает вместе там с желчью, через желчный пузырь вот эту всю эту дрянь, потому что на голод основная нагрузка все поступает в кровь, печень должна все это собрать, связать и вывести через прямую кишку, вы еще помогаете себе клизмами, еще раз уникальные знания я вам говорю, о ведении лечебно-оздоровительного процесса, да, что у вас в организме, и вот вы видите собственными глазами, не надо там, кто-то там посмотрел и так далее, то есть на голоде создаются условия для того, чтобы вот эта вот вся эта грязь, которая растворена по всему организму, она вышла из мест своего залегания, собралась в печени и печень ее сбросила через желудочно-кишечный тракт, так, да, голодание обязательно, голодание еще, знаете, козырнейшая вещь, которая делает не просто там наводит порядок и оздоровление в организме физическом, она наводит порядок еще и в тонкоматериальных энергетических ваших телах, это тоже важно понимать, лучше голодание ну вряд ли что работает, через 3 года я легко ушла в голод на 21 день, то есть когда человек очистен, когда человек подготовлен, когда человек настроен, когда человек научился голодать, до 21 день нормально проходит, при этом выполняется великолепная оздоровительная очистительная работа в организме, но перед этим я постоянно голодаю в дни икодаши, ну и правильно, то есть это дело не забываем, голодало 10 дней два раза, то есть человек подготовился и потом только решился, то есть все постепенно, не сразу раз, а потом не знает как выходить, там объелся, наелся и все еще хуже стало, еще хочу вот что написать, когда я только начинала пить антипаразитарку, я прямо чувствовала, как эти грибки и паразиты выходят, не имею ввиду кожное высыпание, то есть они выходят через, опять-таки, через прямую кишку, вот это все создает в организме душняк, эти паразиты начинают выходить, покидать, что им жить в организме, в котором, грубо говоря, создались условия для их смерти, поэтому они ищут совершенно другие места, очень хорошее наблюдение, и вот однажды я проснулась и почувствовала, что сердце стало работать легко, не сразу это все, знаете, очистил там печень, сделал пару клизм и я здоров, не сразу это все получается, но то, тем не менее, к этому вы стремитесь, к этому делайте, кто привык за победу бороться, с нами вместе пущай пропает, кто весел, тот смеется, кто хочет, то добьется, кто ищет, тот сюда найдет, инфишка это сделала, и вот она награда, вот она награда, проснулась и почувствовала, что до этого человек был одним, ну как я сейчас перед вами, можете меня по видосам сравнить, а сейчас вообще совершенно иное, качественное перерождение, да, вот, что сердце стало работать легко, вот вы создали для своего организма нормальные условия, и он откликнулся вам, легкая работа сердца, ах, как это приятно, когда вы не замечаете, как это сердце работает, как оно у вас стучит, как она с радостью гонит чистую кровь по вашему организму, не какую-то там, этот самый, кисель из каких-то шлаков и бактерий, качает, гипертонию создает, а совсем другое, организм радуется, понимаете, есть вот такое, такое понятие, как радость организма, это очень интересный феномен, и вот как раз фишка его ощутила как-то по-другому, как будто с него сняли тяжелую паутину, да, вот это все в виде тяжелой паутины, в виде какого-то мазута, оно все это, знаете, через это мазута надо вот это прогребать, там какие-то лекарства вам порекомендуют, чтобы сердце там работало, все это ерунда, надо нормализовать просто-напросто работу организма с помощью очищения правильно, уже я до этого говорил, с помощью питания, физической нагрузки и противопаразитарочки, которые все это там вытравят, и вот эта тяжелая паутина слезет, слезет, и вы расцветете, вы почувствуете, насколько же хорошо жить, насколько у вас много энергии, насколько вы готовы дать, насколько вам готовы дать, это вообще уникальное видео, редко я так расскажусь, так, я об этом не писала еще здесь, вот пишу, великолепно, вот эти все вещи маленькие, знаете, вот эти вот, то, что человек подметил, и он боится рассказать, насколько он стал здоров, насколько ему стало хорошо, вот, он эти начинает делиться, я помню себя, как после того, как я очистил толстый кишечник и печень, насколько мне стало хорошо, насколько подлилась энергетика, и мне захотелось делиться, делиться и делиться, фотографию прилагаю, так что и в сердце сидят грибки и паразиты, а я вам до этого как раз про эвматизм рассказывал, это рассказ мой основан на научных этих всех достижениях и фактах и так далее, инфекция попадая от ангины в кровь, она идет в сердце, представляете, и так как она в крови, она оседает на изнутри на полостях сердца и начинает развиваться и начинает портить нам клапаны и начинает вот именно вот разрушать сердце изнутри, при этом особенно влияя на соединительную ткань, то есть она как бы вот это смаршивает сердце вместо того чтобы она спокойненько так красивенько была работа так чик-чик-чик-чик она вот такое сморщенное она вот так вот вот-вот-вот-вот работает а вы только раз сделали такую вещь сердце сидят грибки поразительные да сидят они сидят и их надо выкурить чем выкурить и тадикампом только раз и противопаразитарными сборами там не любят они этих вещей кстати я не говорю насчет керосина потому что услышат и это видео вычеркнут сообщество видите каких-то этих самых гуманоидов сидящих на ютубе так нельзя а как можно что вы предложите а ничего не предложат но это нельзя ладно не хочу на эту тему распространяться так просто везде да везде они имеются везде они тормозят везде они расселяются и расселившись они просто напросто используют нашу жизненную силу организма то есть каждого каждого человека и поэтому человек ни мощности у него нет ни творчества не так он так ну никакой ни рыба ни мясо да без смены питания трава на вас не будет влиять должным образом питание допустим вот я как раз рассказывал про этот видос что человек вроде хочет лечиться вот этот вот видос называется этот самый оздоровительный этот лечебно оздоровительный долгострой он хочет лечиться он хочет делать а питанием он все это перечеркивает и ничего толком не получается поэтому надо сменить питание такое питание чтобы вы его нормально переносили чтобы оно вам нравилось чтобы оно было здорово и вот это здоровое питание оно должно Но нравится вам. Подбирайте так эти там овощи, тушеные овощи. Одним капуста подойдет, другим, грубо говоря, свежие помидоры. Третьим там огурцы, кому-то там баклажаны, еще что-то там. Какие-то крупы цельные, какой-то из проросшего зерна. Ага, обилие, значит, вот этих свежевыжатых соков вы используете. Тоже грамотно. Вместо белка, допустим, грубо говоря, те же сырые яйца куриные используйте. Те же сырые перепелиные яйца используйте. Там сыр, там еще что-то. Но все в меру, и вы должны почувствовать, что вот это питание нормально. Оно не вызывает, еще разок, я много обращаю внимания, оно не вызывает, главное, брожение в вашем желудочно-кишечном тракте. Если нет брожения, если стул оформлен, вот как вот эта вот штучка, вот такой вот, то он работает нормально. Все. То есть основа, с которой будет строиться организм, вы ее нормализовали, и тогда дело пойдет. Если вы ее не нормализовали, будете и травы пить, и прочее, 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 прочее делать, а толку особо и не будет, как вот в том видео, о котором я же сказал. И то, и все, и пятое, и десятое. Время прошло, а толку никакого особо нет. Вот я кушаю 90% пищи траву. Важно еще, если там траву, то к этому надо подготовиться, надо подойти. То есть переструют ферментные системы в нашем желудочно-кишечном тракте, чтобы они могли эту пищу, эту траву усвоить, переработать. Если этого нету, это тоже будет для вас чужеродным. То есть вы должны понимать, что не сырое, которое организм, вы попробовали, оно не усваивается. Наоборот, у вас там все бухтит и не получается там. А тушеные овощи, там еще с чем-то там смешанное. А потом уже можно там, грубо говоря, и сырое там пробовать. Вот прямо хожу по огороду и собираю то, что растет между грядок, салат. Метелка по рецепту Геннадия Петровича, кстати. Ну этих метелок огромное там количество вообще. Пожалуйста, да, сделали. Пища не только питает вас, она и очищает вас, она стимулирует перистальтику. То есть организм должен так взаимодействовать с пищей, чтобы вот эти все функции были нормальны, естественны, без всяких клизм, без всяких каких-то там еще вещей. А именно, 4 листика подорожника, 8 листикового дуванчика. Я рассказывал, по-моему, и о подорожнике, чем он полезен. Я рассказывал и о дуванчике, чем он полезен. И в моем травнике это есть. Хорошо такой пучок сныти, клевер, листья и цветы, крапиву верхушки. 4 штуки. Мокрицу, ботву редиса, ботву моркови. Все это содержит свои собственные питательные вещества, которые мы привыкли. Допустим, морковка это корень, корнеплод мы используем. Нет, оказывается, или там редис только используем. Нет, оказывается, вот в этом еще может быть более полезные вещества, нежели которые содержатся и в корне. Ну и еще какие-нибудь цветочки. Правильно, которые мне нравятся. То есть человек уже отбирает интуитивно, что ему нравится. То есть интуиция, она указывает, опробовав какой-то продукт, вы получаете от него энергию, которая не достает. И этот продукт вам нравится, и вы его хотите. Вот что еще. Вот за этой фразой стоит, который мне нравится. Потому что организм подсказывает за счет вот этой вот эмоции, что ему нравится, то, что ему не достает. Вот поэтому ему это и нравится. А если это будет какой-то избыток, это ему будет не нравиться. И вот эту траву, плюс овощи я кушаю каждый день. То есть человек перестроился, переехал, перешел на это. Можно сюда добавить крупы. Я, например, крупы ем. То есть кашу там сварили, с маслицем все это там съел, отдельный прием пищи. А в обед там, допустим, салатик, там что-то там, мясо. Или еще что там жена там сделала, борщичок, не без того. Так. Она чистит не только кишечник, налаживая стул, но и вычищает организм от грибков и паразитов. Великолепно подмечено. Потому что, допустим, мы потребляем такую пищу, которая не содержит определенных веществ, так называемых фитонцидов, с помощью которых живы, каждое живое растение защищается от агрессии тех же грибков, тех же паразитов, тех же бактерий. Если бы оно не могло защищаться, вот эта ботва моркови, редиски и других, сныть и так далее, ее бы паразиты уже давно съели. А она может защищаться. И вот это мы все, фишка молодец, она это все только раз в себя. Защиту эту, помимо того, что она питает, она еще вас защищает. И защищает вот что, живое, которое там содержится, вот эти фитонциды и так далее. Если все это будет, грубо говоря, подвергнут термической обработке, а тем более где-то лежало, хранилось, а тем более, знаете, вот это вот продукты рафинированные, там, грубо говоря, вафли, или еще там что-то, там, сечка, там, зерно, которое там пролежало неизвестно сколько, она не несет вот этого. И поэтому вы остаетесь один на один с агрессией этих всех микробов, грибков и прочих паразитов. А если вы потребляете вот эту пищу, то она вам еще добавляет вот этот свой защитный потенциал. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете, какая глубина данного видоса, о котором я говорю? На каждое слово я тут готов, знаете, целый трактат написать. Настолько работает у меня голова. Значит, защищает, вычищает и защищает дополнительно. Вот в таких простых словах, это такая величайшая мудрость. Пища должна не просто нас питать, она должна еще нас защищать. Она должна служить нам лекарствам, о чем говорили древние врачеватели. Я вижу, как происходят положительные изменения на коже. Молодец! О чем я вам говорю? Вы должны, ведя лечебно-оздоровительный процесс, видеть, какие изменения у вас происходят. Что с вами происходит? В какую сторону вы двигаетесь? В положительную или отрицательную? Вот главное. В положительную? Ага, тогда все нормально. В отрицательную, значит, пересматриваем, что-то вы делаете не так. Буксуйте, тоже пересматриваем, что вы делаете что-то не так. Что надо изменить? Ну, думайте, думайте, понимаете? Думал, как у вас должна быть. Самый главный инструмент, который имеется у человека, это разум. Не руки, не ноги. Это разум, благодаря которому он вот такие вот вещи совершает. Есть проблема. Она осталась одна, застарелая. Ничего, ничего. Дело в том, что все эти бактерии, все эти паразиты, они же тоже не сдаются просто так. Изменяются условия, они переходят в такое состояние, типа анабиоза. Они капсулируются, они, грубо говоря, сворачивают свою жизнедеятельность. Они видоизменяются, чтобы вот эти все процессы на них не повлияли. И ждут, ждут. Понимаете, мы думали, что мы уже вылечились. Они просто ждут, а мы уже бросили. А, все, я здорово, так далее. О чем фишка говорит, что а я-то продолжаю делать. И они потом только после этого раз, опять тут как тут. Гарпес опять вылез на губы. Там прыщики, еще там что-то появилось. Ангина там, живот там забурчал. Сустав заболел. В сердце кольнуло. Застарелая. Поэтому, поэтому, надо чувствовать, где что еще. У вас потихонечку в приведении лечебно-оздоровительного процесса, вот так в течение, допустим, нескольких лет, развивается особая чуйка. Вы чувствуете свой организм. Что, что, как и происходит. И начинается, организм вам подсказывает, что у вас не в порядке. И вы, делая те или иные вещи, и ориентируетесь на самочувствие, понимаете, туда идете или не туда идете. Как только уйдет фото, вышлю Геннадию Петровичу, так как веду фотофиксацию. Великолепно. Сейчас же у нас что тут? Куча этих камер, куча всего. Да все снимайте. То ли сходили, сняли, что-то там не такое с вас вышло. Пускай оставили. Потом разберете, что это там такое было. Многие не интересуются. Они сели, грубо говоря, на очко там туда. Вывалили все. Говорят, что там вышло, и неясно, непонятно. А другие постоянно смотрят, что вышло, как вышло, что там такое. Переварилось, не переварилось. И уже поэтому можно судить. Но будьте любознательны, в конце концов. Чистите ваш организм. Все легко. Да, легко. Схемы даны. Да, этот канал вам дал это самое. Книги дал. Я все вам дал. Мне дал, что пришло, что я пробовал, что подметил на других людях. Я это все без утайки выложил. А не делал какие-то курсы. Курсы там как сбросить там вес по стране. Я даже это слово на букву Х не хочу говорить, потому что оно плохое. Чтоб дети были, чтоб потенция была, чтоб еще что-то было. Это все мы тут сделаем курсик и за денежки вам продадим. Все это бесплатно выложено. Причем в наиболее лучшей, доступной форме. Плюс я вот свидетель стал своим собственным организмом. Плюс люди, которые этому следуют. Своим примером показывают, рассказывают, доказывают. Перенимайте. И как раз вот. Вот я пример таких чисток. Видите, даже я не читал, а интуитивно вот это. Вот пример таких чисток. Всем разума и смелости. Разума. Работайте своим инструментом. И не бойтесь, берите ответственность за свою жизнь, за свое здоровье на себя. Кто привык за победу бороться, а с нами вместе пуша и пробьет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот сюда наед. Вот так вот.